Очень интересный, я бы сказал, крутой бой, как говорят у нас в Академии наук. Андрей Кулебин, Руслан Кушнеренко. Финальный бой за титул короля Муай-Тай. Победитель турнира Большая Восьмерка определится сейчас в финальном бою. Боец из Минска. Андрей Кулебин, 28 лет. Остальные показатели мало изменились. Лишь две победы добавилось по служному списку Андрея Кулебина. Но пуля летит быстро. А эта пуля и бронебойная, и зажигательная, и трассирующая. Яркий след оставляет Андрей Кулебин на мировых рингах. И любую броню пробивает, и зажигает своей техникой трибуны. 23 года парню из Украины. Руслан Кушнеренко. 82 победы. У него в активе 6 поражений. И вот победа нокаутом от Харви. Красивая, очень интересная. Это Муай-Тай. Андрей Кулебин. В красных перчатках. В синих. Руслан Кушнеренко. Финал. Настоящие правила Муай-Тай. Разрешены все удары. Из техники этой древней тайландской системы единоборств. Муай-Тай. Это настоящее оружие. То, что проходят спортивные поединки по этому виду спорта, это говорит лишь о том, что очень высокий уровень спортсменов и очень хорошо они подготовлены. Потому что в таком открытом боестолкновении, скажем, на улице, боец Муай-Тай вооружен, ну, очень серьезно. Удар ногой, коленом, кулаком, локтем. И вот сейчас снизу апперкот Кулебина проходит. Также хороши боксеры Муай-Тай и, скажем, в борцовской технике. Вот, обратите внимание, что делает сейчас Кулебин. Он таким образом захватывает соперника, что не дает ему ни работать, ни толком дышать, при этом сам способен наносить удар коленом. Это, конечно, мастерская техника контроля соперника. Вот так контролировать и продолжать вести атакующие действия, это, конечно, супер. Высоко взмывает колено и сверху обрушивается на туловище соперника. Это Андрей Кулебин в действии. Он не висит в клинче, он не засыпает. Он начинает действовать. Очень насыщенный раунд. И, конечно же, когда я говорил, что благодаря заслугам тренера Андрей достиг таких высот, но сам Евгений Добротворский мне рассказывал, что постигать основы и азы, и тонкости, вот эти скрытые нюансы приходилось в Таиланде и на обычных тренировочных сборах, в лагерях. Ну, вроде бы видно все, но ничего никто не объясняет, ничего понять невозможно. И приходилось забираться в самые глубины, в самые, скажем так, потаенные уголки Таиланда и долго убеждать в искренности и чистоте своих помыслов и намерений и на деле показывать действительно высокий уровень подготовки своих подопечных, чтобы старые мастера могли показать, что такое настоящий клинч, что такое настоящая работа. А затем уже здесь, в Европе, на тренировочных сборах, работая с мастерами и кандидатами по самбо и по дзюдо, в перчатках, боец муай-тай мог спокойно из положения в стойке во время работы ронять дзюдоиста. И тот, поднимаясь, удивлялся, что произошло, как это. Вот что такое муай-тай. Конечно, дзюдо тоже очень интересная вещь и глубокое искусство. И самбо взрывной, молодой и вместе с тем очень прогрессивный вид спорта. Но муай-тай таит в себе какие-то скрытые глубины и нечто особенное. Борьба в перчатках, в боксерских перчатках, это очень непросто. Вот сейчас Руслан Кушниренко ненадолго взорвался и, в конце концов, вновь оказался в углу. Натиск очень силен. Кулебин не пуля, а настоящая пулеметная очередь. Руслан Кушниренко ненадолго взорвался и, вновь оказался в углу. Руслан Кушниренко роняет довольно опасного и молодого, амбициозного, очень крепкого физически соперника. Неожиданнейший хайкик. Рефери не вмешивается. Бой идет по своим внутренним законам, которые определены тысячелетней историей. Рэйв! Когда я говорю об эффективности Muay Thai, эффективности в бою, в таком прикладном смысле, Сразу вспоминаю систему подготовки белорусского спецназа и сейчас еще один выдающийся мастер мирового уровня Дмитрий Шакута делится своим опытом с бойцами. Ему есть что показать, есть что рассказать. Вот так уработал Андрей здесь в углу своего соперника. Заговорила Шакута, прозвище у того Шок. И вот сейчас шок испытывает Кушнеренко. Удар. Ну что, похоже, бой остановился. По печени был нанесен удар. Не смог продолжать. Или прозвучал гонг? Ну нет, нет. Здесь скорее в область почки был, наверное, удар нанесен. Досталось Руслану. Не позавидуешь ему. Но это Муай-Тай. Назвался Груздин. Полезай в кузов. Вот девушка взобралась на ринг. Девушек здесь никто не обидит. А вот мужчины сражаются. Сражаются, не щадя живота своего. И не случайно, выходя на ринг, бойцы Муай-Тай Действительно искренне молятся. И вот эти все ритуалы, это не какая-то, скажем так, мишура и бутафория. Это на самом деле очень серьезно. Потому что это настоящий бой. Очень жесткий, порой жестокий. Но ребята здесь крепче гранита и стали. Чувствуется, что терпит, очень терпит боль Руслан Кушниренко. И Андрей Кулебин. Финальный бой. И сейчас, я думаю, что предстоит важный раунд. И он будет очень непростым. В первую очередь, конечно, для Кушниренко. Мы искренне желаем ему, чтобы он держался молодцом. Ну а Кулебин в прекрасной форме. Словно и не было двух боев за плечами. Два поединка выиграли спортсмены на пути к финалу. И вот сейчас третий бой за вечер. Очень умело в клинче разворачивает соперника. В муайтае удары разрешены по всему телу. Здесь нет никаких нарушений правил. Это и есть правило. И вновь очень жесткий удар. Ниже пояса наносится удар в пах. И сейчас Руслан Кушниренко должен прийти в себя. Андрей извинился, хотя правила он тоже не нарушил. Это очень честный вид спорта. Вы видели эту ногу? Ее никто не видел. Даже соперник Андрея не видел. Просто не попал Кулебин. удар сносящий, сметающий, срубающий. Пытается подняться, но видно очень серьезный лоу-кик пропустил Руслан. И еще досталось ему. Кулебин работает очень уверенно, несмотря на то, что против него левша. Вот то, о чем я вам говорил. Вот это скрутка, вот это работа в клинче в стиле настоящих мастеров муай-тай. И бэкфист молниеносный неожиданный и экстра-класс демонстрирует Кулебин. Этот бой можно тиражировать на кассетах и размещать в спортивных залах, где тренируется муай-тай. Звучит гонг. Завершился третий раунд. И все ясно зрителям, я думаю и судьям. Ну а вот и тренер Андрей Кулебин поднимается на ринг. Кулебин это явление в муай-тай. очень много ударов. И то, что так держался очень здорово держался Кушниренко, это, конечно, делает ему честь. Очень большую честь в бою с Кулебиным. Это, конечно, непросто. Лихо отработал Андрей. Ну что ж, замечательный турнир и зрителей полным-полно. Свободных мест практически нет. И я думаю, никто не пожалел из тех, кто пришел сюда о том, что вечер провел вместе с большой восьмеркой. Андрей Кулебин. Никто не может выиграть. ты вел в этом турнире и стал чемпионом. Как ты себя чувствуешь с поясом? Я весь был нацелен на этот турнир. Он проходил у меня дома. Хотелось показать высокий уровень боя и, конечно, победить. Поэтому, я не знаю, сейчас эмоции переполняют. Поздравляем тебя с твоей победой и с новым поясом. И будем рады видеть в следующем году в бойцовском клубе. Удачи!